Добро пожаловать на передачу Победоносный голос верующего. Я Каннет Копланд и сегодня я верю, у нас будет весьма необычная и очень восхитительная передача. Сегодня у нас в гостях брат Чарльз Кэпс. Все знают Чарльза Кэпса, но я все равно его представлю, слава Господу. Более ста радиостанции транслируют по всей территории Соединенных Штатов его передачу под названием «Понятие веры». И он уже довольно долгое время ведет свои передачи на радио. Чарльз проповедовал по всем Соединенным Штатам, а также в других местах по всему миру. И скажу вам, сила Божья в его жизни и на его служении является просто феноменальной. Чарльз, добро пожаловать на сегодняшнюю передачу. Доктор Хилтон Саттон из Хьюстона, штат Техас. Этот человек проповедовал об Откровении последнего времени и о пророческих писаниях, наверное, дольше и более последовательно, чем кто-либо другой, особенно в этот день и час. Его служение было очень полезным не только для тела Христова, но и для всех нас, проповедников, слава Богу, которые в это время нуждаются в подобного рода инструкциях. И Марк Баркли, слава Богу, молодой человек из центральной части штата Мичиган, слава Богу, пастор церкви Живое Слово. Однако он занимается практически всем, что призвано делать его служение. Марк, знаешь, иногда ты ведешь себя так, как будто у тебя в сутках 40 часов. Я хочу 40. Ты хочешь 40. Я возьму 40. Если когда-либо занятые люди и были заняты, так это сегодня. У меня так и крутится в голове 13 стих 4 главы книги притчи. «Крепко держись наставления. Не оставляй. Храни его, потому что оно – жизнь твоя». Люди, которые пытаются, особенно, когда дело касается духовных вещей, люди, которые пытаются жить или делать что-либо, не имея должного наставления, будут совершать ошибки. Вы не можете руководствоваться просто лишь тем, что вдруг пришло вам сегодня в голову, или тем, что услышал от кого-то на прошлой неделе чей-то двоюродный дядя. Вы не можете так жить. Это не будет работать. И особенно в тот день и час, в который мы сейчас живем. Мы вошли в самое необычное время. Мы являемся самым необычным поколением с момента сотворения этого мира, когда Бог поднялся на главную сцену и объявил всей вселенной, «Сотворим человека по образу нашему». И никто из ангелов не знал, кем был человек. Никто не знал, кем был человек. В восьмом псалме ангел говорит, «Что из человек, что ты посещаешь его?» Кто он такой, этот человек? Затем распятие, смерть, погребение и воскресение Иисуса из Назарета. Это два наиболее выдающихся, потрясших всю вселенную события в истории человечества. И сейчас мы приближаемся, фактически стоим на пороге третьего события, а именно восхищение Божьего народа с земли. Затем начнется период Великой Скорби. Так что мы живем в особенное время. Мы живем в то время, когда политики просто обезумели. Когда этот мир находится в ужасном финансовом состоянии. И никто уже не знает, чего вообще можно ожидать от финансов. На земле не существует ни одной платежеспособной нации. Поэтому мы собрали здесь всех этих замечательных людей для того, чтобы узнать, что говорит Слово Божье об этом божественном моменте в истории человечества, а также о его месте и о его будущем в Боге. Так что мы будем обсуждать некоторые из этих вопросов. И сегодня я хотел бы вот о чем у вас спросить. Что мы должны делать? Средний член церкви не имеет об этом ни малейшего представления. Но рожденные свыше, исполненные духом члены церкви, по крайней мере, знают, что что-то происходит. Они чувствуют что-то. Они смотрят на все происходящее и знают, что весь мир разваливается на части. Как дешевые часы. Итак, мы начнем с Чарльза Кэпса. А затем по очереди предоставим Слово всем остальным. Что Господь говорит тебе насчет того, как нам вести себя в это время? Я думаю, что Иисус раскрывает нам это в одной из своих притч. Смысл Его послания сводится к тому, чтобы мы, пока Он не придет, делали свою работу. Другими словами, делали то, что говорит нам Слово Божие. Исполняли служение. Потому что время коротко. И все, что мы должны сделать, нам придется делать очень быстро. Мы живем в те дни, когда все вот-вот начнет колебаться или трястись. Писание говорит, Бог поколеблет или потрясет все колеблемое. А непоколеблемое прибудет. Иисус раскрывает нам это в 6 главе Евангелия от Луки, когда говорит, «Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его?» Здесь не написано, что она не старалась поколебать его. Написано, что она не могла поколебать его. Это невозможно. Почему? Потому что он был построен на камне, которым является Слово Божие, или Христос и Иисус. Закладывать основание значит исполнять слова Иисуса. Он сказал, «Я покажу, кому подобен человек, приходящий ко мне. Человек, делающий три вещи. Приходящий ко мне, слушающий мои слова, исполняющий их». Большинство, точнее все христиане, пришли к нему и не услышали его слова, но многие их не исполняют. Дальше Иисус говорит, «А теперь я покажу вам, кому подобен человек, слышащий мои слова, но не исполняющий их». Другими словами, он сделал все остальное. Он пришел и услышал, но он не исполнил. Он подобен человеку, построившему дом на песке. Вы понимаете, речь идет не о строительном проекте. Он говорит о последних временах, когда пески времен, так сказать, начнут колебаться. И он говорит о времени, о процессе времени. Какое-то время все вроде было нормально, но со временем, когда вода наперла, когда напер поток времени, тот, у кого не было основания, кто не исполнял Слово Божье, сразу же упал. Именно это вот-вот и произойдет. Если вы грешник, вы или святой, если ваш дом построен на песке, то в этом потрясении он разрушится. Мы должны быть исполнителями. Недостаточно знать, что говорит Библия. Мы должны быть исполнителями Слова Божьего. Выживут только исполнители. Слава Богу. Брат Саттон. Как вы понимаете, я согласен с братом Кепсом, потому что мы, как и вы все, основываемся на Библии. Нет сомнений, что мы живем в конце последних дней, в так называемое время конца. Поэтому телу Христову, которое должно быть наиболее информированной группой людей на земле, нужно уделять достаточно времени, чтобы не какими-то урывками, а серьезно и основательно изучать Слово Божье. Все Слово Божье, от Бытия 1.1 до Откровения 22.21. И точно узнать, где мы находимся в Божьем плане. Мы не знаем ни дня, ни часа явления Иисуса, для того, чтобы забрать церковь. Но мы знаем, что мы живем накануне Его явления на блыках. Это должно быть временем, если можно так сказать, лихорадочной активности тела Христова, как отдельных верующих, так и всех их вместе. Очень часто мы видим усилия, предпринимаемые совместно группой верующих, но редко можно увидеть, чтобы люди что-то делали сами по себе, на личном уровне. Я обнаружил в Писании, особенно исследуя книгу Откровения, что большой акцент делается на победителях. Я увидел, что мы побеждаем кровью Агнца и словом нашего свидетельства. И я заметил, что многие христиане сегодня не делятся своим свидетельством. По той или иной причине они не делятся своим свидетельством. Хотя Иоанн пишет нам в книге Откровения, что свидетельство Иисусова является духом пророчества. Я обнаружил, что апостол Павел говорит нам в послании к Коринфянам, 14 главе первого послания к Коринфянам, «Чтобы вы все пророчествовали». И он писал это к церкви. Он обращался к группе рожденных свыше, исполненных духом верующих, независимо от того, какой деноминации или группе они принадлежали. Если они действительно были рождены свыше от Духа Божьего и стремились каждый день быть водимыми Духом Святым, то у них было право пророчествовать. Когда же мы находимся на общем собрании святых, то Павел говорит, «Пусть пророчествуют двое или много, то есть максимум трое». Если бы мы могли пророчествовать только тогда, когда святые божьи собираются вместе, то, согласно божественному порядку, это могли делать двое, максимум трое. И так бы никогда не получилось, чтобы пророчествовали абсолютно все. Но обнаружив в книге Откровение, что Дух пророчества — это свидетельство Иисусова, я увидел, что каждый рожденный свыше верующей, делясь своим личным свидетельством любви Божьей и того, что Христос сделал в его жизни, получает возможность пророчествовать человеку, с которым он разговаривает. То есть в буквальном смысле говорит, «То, что произошло и происходит со мной, может произойти и с тобой». И я заметил, что Дух Святой сегодня возгревает верующих. Я уже давно такого не видел. И как все знают, я уже давно нахожусь в служении. И я вижу, как Дух Святой сейчас работает, особенно в теле Христовом. Это должно начаться в первую очередь с Него и начинает возгревать мужчин и женщин быть более усердными, более посвященными, более дисциплинированными в том, что мы должны делать. Иисус сказал, в дополнение к тому, о чем говорил Чарльз, Иисус сказал, «Блажен тот раб, которого Господин его, пришед, найдет делающим то, что Он сказал ему делать». Итак, ударение сейчас делается на дела. Если обратиться к книге Откровения, то просто удивительно, сколько раз в ее 22 главах встречается слово «дела». Наше спасение не зависит от дел. Мы знаем, что мы спасены благодатью через веру, и это не от дел, чтобы никто не хвалился. Но от дел очень зависит наша награда. они являются исполнением наставлений, которое продолжает давать нам Слово Божье. Не существует такого понятия, как послушание без дел. Я имею в виду, что нельзя просто сидеть, сложа руки, и называть это послушанием Богу. Нет, нельзя. Мы люди веры. А что говорит Иаков о связи между делами и верой? И всем христианам нужно понять, что вера без дел непродуктивна. Непродуктивна. Они могут знать все формулы веры, все местописания о вере. Они могут даже делать какие-то ходы веры. Но если нет соответствующих дел, то это отражается на продуктивности их веры. На продуктивности их веры. Я думаю, пришло время... Знаем ли мы, что такое вера? Вся эта книга является книгой веры. От Бытия 1.1 до Откровения 22.21 — это книга веры. Это книга о любви. Это книга о надежде. Вся Библия посвящена трем основным темам — вере, надежде и любви. Мы в церкви проделали разумную, хорошую работу, уча о вере и уча о любви, чего нельзя сказать насчет учения о надежде. Но надежда постоянно пробивается из пророческих книг, которых в Библии 17, помимо множества пророческих утверждений. И вот сейчас мы живем в то время, о котором больше всего пророчествовалось. Я хотел бы отметить, что самое первое пророческое утверждение, сделанное непосредственно самим Богом, относилось к змею. И там, в Бытии 3.15, Бог пророчествовал ему о том, что семя жены поразит его в голову. Это не происходило на протяжении четырех тысяч лет, но пророчество оставалось силе. Каждый день сатане приходилось оглядываться, смотря не пришел ли тот, кто должен поразить его в голову. Прочитайте весь Ветхий Завет. И вы увидите, как сатана постоянно и упорно пытался остановить семя жены. Однако каждая такая его попытка оканчивалась неудачей. Мы много знаем о сатане. Мы знаем, что он самый главный неудачник. Если хотите потерпеть неудачу, следуйте за сатаной. Позвольте ему диктовать, как вам жить. Позвольте ему всем распоряжаться. И вы определенно потерпите неудачу. И, наконец, на сцену вышел Иисус, скала нашего спасения. Поразил ли он сатану в голову? Да. И он сделал это раз и навсегда. Итак, с исполнения первого пророчества, данного в Бытие 3.15, начинается Новый Завет. Исполнение этого пророчества, точнее, начало его исполнения, и открывает Новый Завет. Одно лишь рождение Иисуса еще не было полным его исполнением. Оно было только началом процесса его исполнения. Пророческие события исполняются постепенно, в процессе. Когда они начинают исполняться, они еще не исполнены. Процесс только начался. Этот процесс продолжается столько времени, насколько его растянет Бог. И когда он завершается, то он всегда завершается мастерским ударом Божьей силы, любви и милости. Силы, любви и милости. Итак, что мы знаем? Что мы имеем? Мы имеем Ветхий Завет, начинающийся главным пророчеством. Мы имеем Новый Завет, начинающийся процессом исполнения этого пророчества. Ветхий Завет заканчивается 16-ю пророческими книгами. Новый Завет заканчивается книгой Откровения. И мы являемся тем поколением, которое, и в этом нет никакого сомнения, знает Писание. Большинство людей знает Писание лучше любой другой книги в мире. Согласно статистике, более 70% американцев верят в Бога и верят в Библии. Около 63% верят, что Библия является абсолютно непогрешимым Словом Божьим. Поэтому мы можем сказать, что сегодня больше людей, независимо от того, христиане они или нет, знают эту величественную книгу. И Дух Святой работает сегодня над тем, чтобы вернуть людей обратно к Слову Божьему, вернуть их к Иисусу. И мы увидим, как этот процесс будет идти по нарастающей. Так что, благодаря познанию Слова Божьего, как ты уже сказал в начале передачи, каждый начинает осознавать, что это неординарное время. Мы живем в очень необычное время. Я называю его временем явления Господа Иисуса Христа, когда у нас на глазах изо дня в день исполняются пророчества. Аллилуйя. Марк, слава Богу. Во-первых, я был рожден для этого дня. Я ждал его всю свою жизнь. Я верю, что именно поэтому мы проповедуем то, что мы проповедуем. И именно поэтому мы бежим так, как будто у нас уже нет времени. И я восхищен этим. Если я о чем-то и сожалею, так это обо всех тех людях и проповедниках, которые не восхищаются этим, потому что мы видим, как все эти события разворачиваются прямо на наших глазах. Мне нравится это место Писания, с книги Притчи, с которого ты начал. Это было очень сильно. Я хочу начать с нескольких стихов из послания к Тимофею. В 4 главе 2 послания к Тимофею говорится, «Итак, заклиная тебя пред Богом и Господом нашим, Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царстве Его». И дальше говорится о наших обязанностях, что мы как раз и делаем. Мы не проповедуем для того, чтобы заработать на жизнь. Это наша жизнь. Такие люди, как мы, мы едим, пьем и дышим этим Писанием. Оно говорит, «Проповедуй слово» и дальше дает наставление, настой во время и не во время, что просто чудесно. А еще лучше об этом написано в расширенном переводе Библии, брат Сатан. Но дальше говорится, «Ибо будет время, и я верю, что оно уже настало. Я верю, что именно в это время мы сейчас и живем. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух». И это как раз согласуется с тем, о чем ты прочитал в книге притча, брат Коппин. «И от истины отвратят слух и обратятся к басне». И в начале передачи ты спросил, «Как мы должны себя вести? Какой должна быть наша позиция?» Именно это слово ко мне и пришло, какова позиция верующих последних дней. Я верю, что 5 стих как раз ее и обрисовывает. «Но ты будь бдителен, во всем переноси скорби». Я знаю, что мне лучше не поднимать этот вопрос. Многие даже проповедники слыша об этом начинают дуться и вздыхать. «Боже мой, переносить скорби?» «Нет, я не ищу скорбей, но я буду переносить их». Это не означает справляться с ними. Верно. Это значит, что я переправлюсь на другую сторону. Мне нравится, как говорил брат Остин, «И совершилось. Я буду переносить скорби». И дальше говорится, «Совершай дело благовестника, исполняй служение твое». И дальше говорится о некоторых других вещах, касающихся последних дней. Но я просто хочу сказать, что это хорошие дни. Христиане должны радоваться. Если бы я был в мире без Христа, каждый, посмотрев на меня, мог бы сказать, «Какая жалость!» Но я не в мире. Я во Христе. Да. У меня есть Слово Божие. Я нахожусь на правильной стороне. И поэтому я буду бдительным во всем. Я буду переносить скорби. Я буду побеждать все то, что выступает против меня. Ни одно оружие, сделанное против нас, не будет успешным. Ни одно оружие. Ни одно оружие. И я буду исполнять дело евангелиста или благовестника. Я буду исполнять свое служение. Я сейчас просто скажу свое исповедание. Я не буду одним из тех верующих, которые отвратят слух от истины и обратятся к басням, только лишь потому, что я уже слышал это раньше. Я тысячи раз слушал твои проповеди. Ты был в моей спальне, в моей кухне, в моей машине, даже сам того не знаю. Я не собираюсь уподобляться многим верующим, Кеннет. Я не собираюсь говорить, я уже слышал это раньше. Они когда-нибудь будут проповедовать что-то другое? Нет. Нет? Нет. Поэтому мне и хотелось начать с этого стиха, который тесно связан с тем, о чем ты прочитал в книге притч. Да. Мы будем держаться за истину, и мы будем такими христианами, какими призвал нас быть Бог. В эти последние секунды нашей передачи я слышу, как Дух Божий говорит следующее. Я слышу, как Он говорит, это каждый день моей жизни. Сейчас намного больше греха, смерти, разрушения, дырявых кошельков, болезней, немощей, наркотиков, убийств, воровства, уничтожения. И сегодня намного больше исцеления, освобождения, силы Божьей, Божьего суперфинансирования, мегафинансирования Его народа, потому что это величайшее излияние Духа Святого в истории человечества. Я верю в это. Поэтому теперь, когда мы обращаемся к Слову Божьему и имеем правильное наставление, нам остается только принимать. Принимать от Бога. Принимать от Бога. Аллилуйя. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, я Коннет Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня со мной в этой студии снова находятся три известных человека. И сейчас вместе с Чарльзом Кэпсом, Хилтоном Саттоном и Марком Баркли мы посмотрим, что говорит Слово Божье насчет того времени, в которое мы сейчас живем. И что должны делать мы в это весьма необычное время. В 13 стихе 4 главы книги Притчи Слово Божье делает следующее утверждение «Крепко держись наставление». То есть, если необходимо крепко его держаться, значит, кто-то будет пытаться его у вас забрать. Нельзя, чтобы оно просто лежало у вас в руках. Здесь написано «Крепко держись его, не отпускай его, потому что оно жизнь твоя». Знаете, друзья, я просто полон энергии. Я похож на человека, который пытается устоять на заборном столбе. Я готов в любой момент двинуться в любом направлении. Каждый, кто когда-либо читал Библию, любой рожденный свыше чада Божья, каждый, в чьей жизни присутствует Дух Святой, знает, что в Библии главным образом описываются три периода времени. Период в 4 тысячи лет, в 2 тысячи лет, и в тысячу лет. Бог открыл нам, что мы имеем дело с периодом времени длиной в 7 тысяч лет. «И когда бы я ни проповедовал, куда бы я ни шел, меня точно так же, как и сейчас, просто восхищает, что человечество уже прожило 6 тысяч из этих 7 тысяч лет. 7-е тысячелетие, на пороге которого мы стоим, пройдет без участия сатаны. Это единственное из 7 тысячелетий, когда сатана будет находиться в изоляции. И когда я думаю об этом, то больше всего меня воодушевляет мысль о том, что мы находимся сейчас в этом маленьком, крошечном отрезке времени. Если до возвращения Иисуса и восхищения тела Христова осталось 6 месяцев, то это будут такие 6 месяцев, каких мы никогда еще не видели. Если год, то это будет такой год, какого мы никогда еще не видели. Если 5 лет, то это будут такие 5 лет, каких мы никогда еще не видели. Время, как мы себе его представляли, закончилось. И сегодня я снова хочу задать этот вопрос в это переломное, решающее и такое важное для каждого живущего на земле человека время. Как мы должны себя вести? Возьмем, например, пастора церкви или члена церкви, который весьма заинтересован в своей церкви. Я не говорю сейчас о человеке, который вспоминает о церкви только в воскресенье. Я говорю сейчас о людях, которые действительно служат Богу. о пасторе церкви, которому приходится постоянно думать о финансах своей церкви, разбираться с дьяконами, доставляющими ему неприятности, думать о детях в школе, то есть у которого всевозможные заботы пытаются украсть время и отвлечь его от пасторской работы в церкви и от слова Божьего. Что нужно делать такому человеку? Я также спрашиваю сейчас и насчет так называемого мирянина, который от всего сердца хочет служить Богу, но сталкивается с теми же проблемами. Каждый день, куда бы он ни шел, он сталкивается с проблемами, и он не знает, что с ними делать. Его начальник не знает, что с ними делать. Его компания не знает, что с ними делать. И правительство, конечно же, тоже не знает, что с ними делать. Они все настолько запутали, что уже и не знают, как распутать. Как мы должны думать? О чем мы, просыпаясь утром, должны первым делом думать? Брат Чарльз, позвольте мне начать с Марка, потому что если я начну с вас, то, как сказал вчера Марк, вы проповедовали все, что он хотел сказать. Верно. Слава Господу. Есть одно место Писания, которое, по моему мнению, действительно относится к сегодняшнему времени. Это второе послание Коринфянам 7.1. Там написано, «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны». И дальше называются две вещи. Скверны плоти и Духа. И вполне очевидно, что здесь речь идет не о Святом Духе. Нет. «Очистим себя от всякой скверны плоти и Духа, совершая святыню или совершенствуя святость в страхе Божьем». Я хотел бы обратить наше внимание на Кеннета и Глорию Коплэнд. Будучи их другом, я видел, как они жили. Вы сделали то, что требовалось сделать в это время. И я бы выразил это так. Я наблюдал за тем, как вы на протяжении всей своей жизни избавлялись от хлама, от того, что тормозило и тянуло вас вниз. Ты говорил о пастыре. Я начинал церкви. Я был пастыром нескольких церквей. Сейчас я больше являюсь пастыром пастырей, чем просто верующих. Но пастыры могут закрутиться в водовороте забот и сомнений, а еще есть люди, о которых нужно постоянно заботиться. Есть только один выход. Давайте избавляться от хлама. Будь ты пастыр, мирянин, пророк, апостол, учитель, евангелист, стремясь к тому, чтобы ходить с Богом. Суть настоящего пробуждения в том, чтобы вернуться в присутствие Господа на личном уровне. А что касается всего остального, лжеучений, движения Новый век, гуманизма, я бы сказал, что никто из проповедников и, конечно же, никто из верующих этим не занимается. Но у нас есть проблема с тем, что я называю вторжением грязи или скверны. Единственное, как мы можем избавиться от нее, так это обратиться к Слову Божьему. Начать поститься и молиться. Пост является утраченным искусством в теле Христовом. Давайте поститься и молиться. Давайте исследовать Слово Божие и делать то, что мы делаем. Давайте собираться вместе и говорить о том, во что мы верим, опираясь на эту книгу. И затем, используя эту истинную помазание, пребывающее на этой истине, говорить, может, моей церкви это больше не нужно. Может, это уже не актуально. Давайте закроем этот отдел. Давайте перестанем этим заниматься и сосредоточимся на том дне, в котором мы живем и на порученном нам деле. Переключите скорость. Переключите скорость. Это переключается подобно передаче в машине. Бог движется по земле, как ударная волна. В сентябре 98-го года Бог сказал нам провести первый цикл собраний «30 дней Славы Божьей». И я тогда как-то забыл, что в конце сентября у евреев начинаются дни, в которые они судят и исследуют самих себя. А затем идет день искупления и так далее. И в течение тех 30 дней на наших собраниях, когда нас просто накрывал поток откровения, Бог очень ясно показал нам. Вы имеете дело со славой Божьей. Поэтому вам нужно очень внимательно присмотреться к себе, посмотреть, что является важным, а что нет. И избавиться от всякой ерунды. Скажу вам, там начало течь откровение Божье. И это действительно были 30 дней Славы. Мы вышли оттуда совершенно другими людьми. Знаешь, брат Сатан, как ты сказал перед началом передачи, мы привыкли это делать. Церковь просто говорят, хорошо, все в нашей жизни является второстепенным. Конечно, мы будем ходить на работу и делать все остальные свои дела. Но как только мы вернемся с работы, мы придем в церковь. И не важно, что нам не рабочая одежда. Мы придем в церковь. Мы проведем время с Богом. Мы узнаем, что происходит в Царстве Божьем. И поднимемся на новый уровень. Я слышал очень много оправданий, Кеннет, относительно того времени, в которое мы живем. Люди говорят, мы все так сейчас заняты. Если так оно и есть, если мы настолько заняты, что нам некогда ходить в церковь, некогда изучать Писание, некогда молиться, и, как сказал Марк, вообще некогда поститься, если мы такое занятое поколение, тогда мы заняты сверх того, что было предусмотрено Богом. У многих наших людей неправильно расставлены приоритеты. Некоторые люди говорят, сегодня есть столько всего, что отвлекает людей от настоящего служения Богу. Сегодня есть столько разных развлечений, люди занимаются спортом, какими-то школьными делами, и к тому же есть мирское телевидение. То есть этим самым они мне говорят, что все эти вещи в их жизни сильнее Бога. Извините, но я этого не принимаю. Если им кажется, что я наступаю им на пальцы, то пусть они уберут свою ногу. Человек Божий, держащийся Слово Божьего, может наступить на чей-то палец только тогда, когда ноги этих людей находятся не на своем месте. И нам нужно перестать искать разные оправдания того, почему мы не отдаем Богу самое лучшее в своей жизни. Мы не делаем всего того, что Он заповедал нам делать. Мы не ходим с Ним на ежедневной основе. Мы ходим с Ним тогда, когда это удобно, когда мы чувствуем побуждение это делать, или потому что пришло время воскресного собрания. В Америке есть масса церквей, которые переполнены на воскресных утренних собраниях, но в воскресенье вечером вы соберете только ползала, а то и того меньше. И часто на собрание в среду вечером приходит больше людей, чем в воскресенье вечером. Они все говорят, но мы так заняты, у нас много дел, нам столько всего нужно сделать. Возвращаясь к тому, о чем мы начали говорить вчера и продолжаем говорить сегодня, я не вижу, чтобы изменилось хоть одно местописание. Я не вижу, чтобы изменились требования, предъявляемые к нам Богом. Я не вижу основания менять проповеди и учения Слова Божьего для того, чтобы угождать людям. Именно это и сделал Саул, первый царь Израиля. Он обвинил во всех своих проблемах народ, хотя на самом деле виноват был он. Но он позволил людям делать то, что они вообще не должны были делать. Огромная ответственность лежит на плечах тех из нас, кого Бог, Духом Святым, призвал в служении Иисуса, в служении апостола, пророка, евангелиста, пастора или учителя. На нас лежит огромнейшая ответственность. Но Дух Святой делает нас способными принять эту ответственность, нести свое служение с радостью и увидеть, насколько это захватывающе. И большинство людей, не все, но большинство людей готовы увидеть, как мужи Божьи начнут исполнять свое призвание, ходить в своем помазании и ради них выполнять порученное им дело, чтобы их мотивировало то, о чем мы проповедуем и учим, и то, как мы перед ними живем. Видя, как мы подражаем Иисусу, они подражают нам. Как сказал Павел, подражайте мне, как я Христу. Знаешь, на наше собрание, которое мы назвали «30 дней славы», приехали люди, которые оставили свою работу. Никто в церкви не говорил им оставлять работу, и я тоже не говорил им оставлять работу. Нет, нет. И они не были богатыми людьми, но они просто сказали «Послушайте, я искал работу, когда нашел эту». Бог помог мне найти эту работу, а значит, поможет найти и другую. Но я не хочу упустить это время откровения, всецело не посвятив себя Ему. Знаешь, Кеннет, мы говорили о том, что мы побеждаем кровью Агнца и слом нашего свидетельства. Телу Христову, каждому отдельно взятому верующему, пора начать делиться своим свидетельством в своем дворе, на своей работе, на базаре, в своей спортивной секции, в лагере, везде, где бы они ни находились. Но люди говорят, если я буду слишком много говорить о том факте, что я христианин, я могу потерять свою работу. Тогда она должна вылететь в трубу. Да. Если они из-за этого потеряют свою работу, то разве они не знают, что Бога есть для них взамен лучшая работа? Мы должны перестать бояться и потакать своей плоти. Слишком у многих верующих всем распоряжается их плоть. Она диктует им, когда и что делать, что им говорить и чего не говорить, куда идти и куда не идти. И фактически плоть определяет, сколько им находиться в церкви и в какой мере им служить Богу. Нам пора перестать быть плотскими и стать духовными мужчинами и женщинами, какими мы можем быть. И Дух Святой здесь, чтобы помочь нам в этом. Чарльз? Я думаю, что ключевым здесь является слово «фокус». Нам нужно фокусироваться на том времени, в которое мы живем. Позвольте мне прочитать 3 главу 1 послания Иоанна. 1 послание Иоанна, 3 глава. Иоанн сказал, «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, 2 стих, но еще не открылось, что будет. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя». Вот ключ к пробуждению последнего времени. Проповедовать блаженное упование или благословенную надежду. Иоанн говорит о том же самом блаженном уповании, о котором Павел пишет во 2 главе послания к Титу. И это упование или надежда, восхищение церкви. Это надежда того, что грядет в последнее время. Обратите внимание, он говорит, «Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем». Понимаете, все происходящее подчиняется определенному временному расписанию. И можно сказать, что мы живем в конце последних минут в Еко-церкви. Я верю в это. И мы должны сфокусироваться на том, что будет происходить в данный отрезок времени. Да. И отложить в сторону некоторые другие вещи. Здесь говорится, «Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему». Читая это, мы думали, что это означает, что мы изменимся и сделаемся подобными Ему. Но здесь говорится не об этом. Здесь написано, «Будем подобны Ему». Если я правильно понимаю, что такое славная церковь, то славная церковь будет делать дела, которые делал Иисус. Фактически, Иисус сказал, «Верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит так же, и больше сих сотворит». Кто-то может спросить, «Как мы можем сотворить большие дела?» А вот подсказка. Когда срок аренды Земли закончится, и насколько я вижу из Слова Божьего, он составляет 120 юбилеев или 6000 лет, шесть дней Бог творил, а на седьмой почил. Когда срок аренды Земли закончится, человек потеряет свою власть над этой планетой. Вообще говоря, нечестивые люди правили этой планетой 6000 лет. Это вот-вот изменится. Знаете, большинство людей думают, «Когда закончится срок аренды Земли, нас уже здесь не будет». И я тоже так думал, когда писал книгу «События последнего времени». Но я увидел в Писании некоторые указания на то, что, возможно, мы останемся здесь еще на шесть или восемь месяцев после окончания срока аренды Земли. В Слове Божьем мы наталкиваемся на фоторобот определенного отрезка времени. Я не знаю, как это описать, но мы наталкиваемся на него неоднократно. Мы наталкиваемся на него четыре раза в одном и том же временном отрезке. И поймите меня правильно, мы не останемся здесь ни на один день Великой Скорби. Позвольте мне объяснить вам, что я имею в виду. Например, в 19 главе книги «Исход» Писание говорит, что Бог сказал Моисею, «Скажи людям, освети себя, освети людей сегодня и завтра. Это два дня». Это век церкви, 2000 лет. В третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. А дальше в 16 стихе говорится, «На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный». Трубный звук или голос трубы, очевидно, является голосом Архангела. Голос Архангела является прообразом Божьей трубы. Они идут вместе. «И трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ». Кто слышал трубный звук и кто там был? Божий народ. Все это касается только Божьего народа. Это прообраз нас. Если вы возьмете еврейский оригинал и начнете читать 16 стих справа налево с третьей еврейской буквы, пропуская каждую вторую букву, то получите еврейское слово, означающее восхищение. И это все произойдет утром третьего дня. Является ли это прообразом? Очень похоже. И вот вам ключ. Именно об этом я сейчас и говорю. В книге «Бытие» написано «Вечер и утро, день первый». Вечер. Еврейский день начинается не с утра, а после обеда, в шесть вечера. Поэтому до утра пройдет минимум двенадцать часов. Здесь указывается на то, что восхищение церкви произойдет утром третьего дня, то есть как минимум через шесть месяцев после истечения срока аренды земли. Потому что после этого, в период тысячелетнего правления Иисуса, день представляет собой год. Итак, у нас есть пробел минимум шесть месяцев. Конечно, спустя двенадцать часов наступит утро. То есть до восхищения церкви может пройти чуть меньше года. Этот фоторобот «Восхищение» просматривается также в трех других местах Писания. Но я не буду на них сейчас останавливаться. Но вот у нас есть прообраз. Поэтому служения последнего времени, все служения последнего времени должны быть сфокусированы на откровении о том, что вот-вот произойдет с этим миром и с церковью. И как только срок аренды земли закончится, именно тогда, я верю, мы и увидим славную церковь. Таково мое заключение. Когда срок аренды земли закончится, человек, нечестивые люди, потеряют свою власть над землей. Но мы являемся со Христом одним целым. Мы плоть от плоти Его, кость от кости Его. Он сказал апостолу Павлу по дороге в Дамаск, «Почему ты гонишь меня?» Он назвал церковь собой. Так что у него все под контролем. Когда срок аренды земли закончится, контроль над этой планетой перейдет обратно к Богу, а мы являемся Его представителями на этой земле. Все меняется, и нечестивые люди теряют власть. Как бесы препятствуют проповеди Евангелия? Через нечестивых людей. Они узурпируют власть нечестивых людей. Но что происходит, когда нечестивые теряют свою власть? Бесы теряют свою власть. И на церковь сходит Божье помазание. В книге Исаии 30, 26 говорится, «И свет луны будет, как свет солнца». И мы будем служить, как написал Павел, пока все не придем к единству веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Другими словами, мы будем служить. Апостол Иоанн говорит, когда Он явится, мы будем подобны Ему. Перед тем, как Он явится, чтобы восхитить церковь, мы будем служить так, как служил Он. Чарльз, то есть ты говоришь, что тело Христова, те люди, которые рождены свыше, и следуют за Господом Иисусом под руководством Буха Святого? Нет, нет, нет. Мы должны придерживаться Писания. А Писание говорит о теле Христовом, которым являются рожденные свыше и вводимые Духом Святым верующие. То есть ты говоришь, что прежде чем мы будем восхищены, чтобы встретиться с Иисусом в воздухе, перед великой скорбью, мы еще здесь увидим то, что Павел описывал как славную церковь. И верующие будут делать несравненно больше того, что делал сам Иисус. И сойдет такое сильное помазание, которое будет разбивать ярмонию спасенных людей, и целые массы народа придут в Царство Божье. Как никогда раньше. Я согласен на сто процентов. Как никогда раньше в истории человечества. Да. И именно к этому мы сегодня и идем. К примеру, есть люди, которые скажут, как мы можем делать большие дела. Ни один человек еще не проповедовал на этой планете, в то время, когда бесы не в силах препятствовать Евангелию. Но это будет делать славная церковь. Я верю в это. Дух Божий сказал мне это буквально несколько дней назад. В 51 главе книги Исаии во втором стихе говорится «Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного и благословил его, или наделил силой процветать и умножаться, и размножил его. Так Господь утешит Сион». В 3 главе послания к Галатам говорится, что мы семя Авраамова, если принадлежим Христу. А согласно посланию к евреям, в духе мы являемся Сионом. Итак, он говорит, «Утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, словословие и песнопение». Дух Господа проговорил ко мне несколько дней назад и сказал, «Я скажу тебе, в чем здесь вся суть». Это так сильно потрясло мой дух, что мои волосы встали дыбом, как у Чарльза Кэпса. У меня было такое ощущение, что они встали дыбом, понимаете? Бог сказал, «Идемский сад находится не в тех руках». Это просто потрясло всю мою внутренность. Он сказал, «Я возвращаю сейчас этот сад его законному владельцу, последнему Адаму. Слава Богу!» Он возвращает благо, здоровье, мир, силу, деньги, имущество, как Он делал это и раньше. Только теперь это происходит в больших масштабах. Нечто подобное происходило только тогда, когда Израиль выходил из Египта. Они забрали все, что было в Египте. Все. Они вышли оттуда вместе со всем богатством Египта, потому что оно принадлежало Богу. Начнем с того, что это было богатство Бога. Если бы не Иосиф, то египтяне просто бы умерли с голоду. Так что их богатство принадлежало Богу. И он просто передал его в руки израильтян. И сейчас, слава Богу, мы живем в самом разгаре такого же перехода богатства. И для тех людей, которые уснули в духовном плане, для тех, кто... Я не вполне уверен, но могу с уверенностью сказать, что я вижу, как снимающее бремя и уничтожающее Ирмо Сила, снимает некоторые бремена и Ирмо, которое мешает пастырям вести за собой церковь. Отец, мы соглашаемся вместе молиться за людей, которые смотрят сейчас нашу передачу. И мы соглашаемся просить тебя об откровении. Прямо сейчас люди принимают решение перестать быть поглощенными делами этого мира. И быть, так сказать, занятыми. И начать заниматься и быть занятыми твоими делами. Обновить свой разум и ходить в эти последние дни в соответствии с твоим словом. Аллилуйя. Слава Богу за это. Аминь. Поступайте по Слову Божьему и делайте то, что вы знаете, вы должны делать. Вы знаете, что делать. Проповедники не должны говорить вам, рожденным свыше детям Божьим, что вам нужно делать. Вы должны посвятить себя Слову Божьему и посвятить себя Ему. И представить Ему свои тела в живую жертву. Вы знаете, с чего начинать, слава Богу. Поэтому займитесь этим прямо сейчас. А мы вернемся через минуту. Да благословит вас Бог и добро пожаловать на передачу «Поведоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. И сегодня ко мне присоединились три выдающиеся служители Евангелия. Брат Чарльз Кэпс, Хилтон Саттон и Марк Баркли. Каждый из которых провел много лет Слоя Божьим, много лет изучая тему последнего времени. То время, в которое мы сейчас живем. Это самое монументальное время в истории человечества. Сегодня многое обстоит далеко не так, как нам то казалось 4-5 лет назад. Сейчас все по-другому. И основывать свои идеи и предположения о Слове Божьем на своих прошлых представлениях не только проблематично, а просто даже глупо. Потому что все меняется очень быстро. Меняется весь мир. Наука меняется, едва успеваю щелкнуть пальцами. И в благодарении Богу Слово Божье никогда не изменяется. Но наши представления о нем начинают изменяться по мере того, как Бог открывает наши глаза. Аллилуйя. Чарльз Кэппс говорил вчера о фокусе. О том, чтобы сфокусироваться на Слове Божьем. На том факте, что Бог является нашим источником обеспечения. Он для нас все. О том, чтобы фокусироваться на Нем, фокусироваться на Его Слове. И тогда то, что не согласуется со Словом Божьим, вдруг начинает выпадать из нашего поля зрения. И когда это выпадает из нашего поля зрения, оно становится тусклым и расплывчатым. Это выглядит как-то не так. Сегодня я бы очень хотел начать с брата Сатана. Брат Хилтон, я бы хотел, чтобы ты заострил наше внимание на этом последнем времени, называемом периодом Великой Скорбии, или гневом Божьим. Это событие, о котором все, хотя не все, но многие даже не знают, что и думать. Как один пастор сказал о книге Чарльза Кэпса. Он отослал его книги обратно в книжный магазин и сказал, «Я просто не знаю, прав он или нет, и поэтому я не хочу, чтобы кто-то читал эту книгу. Я подозреваю, что... Конечно, я не собираюсь обвинять его в том, чего он не говорил, но я подозреваю, что он, начав читать эту книгу, обнаружил, что кое-что из изложенного в ней, хотя и является абсолютно верным с точки зрения Библии, но оно расходится с тем, о чем учил он, поэтому он в действительности не хотел поправить себя перед всей своей церковью. И у такого человека неправильный фокус. Однако люди всегда путались в вопросах, касающихся восхищения. Уйдет ли церковь до Великой Скорби, после нее, во время скорби, или в середине скорби, и так далее. Хотя я, честно говоря, никогда не видел здесь большой проблемы. Для меня все очень просто. Возможно, я просто ничего не усложнял, и поэтому это меня не волновало. Я не знаю. Но, брат Сатан, направь нас в этом вопросе. Это явное преимущество, когда человек, ничего не усложняя, просто придерживается Библии и верит именно тому, что сказал Бог. Бог никогда не говорил загадками. Он не заикался. Он не говорил таким языком, который нам достаточно трудно разобрать и расшифровать. Он говорил просто и сказал именно то, что хотел сказать. В теле Христовом есть много неясности относительно события, о котором пророчествовалось. Я хочу подчеркнуть слово «пророчествовалось». Если в Библии о чем-то пророчествовалось, то это произойдет, независимо от того, верит ли кто-то в это или нет, независимо от того, хотят ли они учить об этом или нет. Если об этом пророчествовалось в Библии, то это неизбежно произойдет, подобно тому, как неизбежен восход и закат солнца. И есть очень много неясностей относительно восхищения церкви, о котором говорил Иисус в Евангелии от Иоанна 14.3, апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам 4.16-17-18, а также во втором послании к Фессалоникийцам 2.1, и апостол Иоанн в первых двух стихах четвертой главы книги Откровения. «Можно совершенно точно сказать, что грядет событие, в результате которого тело Христово, то есть славная церковь, будет забрано с земли. В то же самое время произойдет воскресение всех мертвых праведников, умерших со времен Адама. Все мертвые праведники воскреснут и будут забраны с земли на небо. И я нигде, ни в одной стране мира, в которой я имею привилегию служить, я нигде не слышал никаких споров по поводу воскресения мертвых праведников. В одни Иисуса были две основные религиозные группы. О, да. Одни верили в воскресение, а другие нет. Сегодня я не слышу, чтобы шли какие-то споры по поводу воскресения. Но исследуя Писание, мы должны видеть, что воскресение является лишь частью одного большого события. Это все одно событие. Второй частью этого события является восхищение живых святых, которое произойдет одновременно с воскресением мертвых праведников. И без сомнения, они будут забраны с земли. Когда ты включаешь сюда тех верующих, которые еще будут живы в тот момент, тогда это становится очень серьезным для тела Христова, потому что это касается не только тех, кто ушел перед нами. Нет. Фактически, нам сказано ожидать этого момента. Павел как-то рассказал, а для тех, кто ожидает его, он явится второй раз, но не для того, чтобы разбираться со грехом, а для того, чтобы завершить их спасение. Мы знаем, что наше спасение станет законченным и полным во время Его явления на облаках, когда наши физические тела будут прославлены. Это единственное, чего недостает для нашего полного спасения. Но мы должны ожидать его. Иисус учит об этом в Евангелии от Луки 21-28. Апостол Павел говорил об этом в послании к Евреям 9-28. И он снова повторяет об этом в 13 стихе 2 главы послания к Титу. Итак, у нас есть три местописания, которые фокусируются на том, что мы должны ожидать его. Это те христиане, которые совершают свое спасение, которые пребывают в готовности и занимаются делом своего Господа, завоевывая души. Наш приоритет номер один. Самое главное, что мы должны делать, это завоевывать души. Все тело Христова должно вырваться вперед и стать образцом для всех остальных людей, и начать спасать души тех, кто идет широким путем. Мы приближаемся к этому величайшему событию, о котором пророчествовалось в Библии, к восхищению церкви. А теперь мы обратимся к Ветхому Завету, в котором мы находим образы и тени грядущих событий. Именно так Бог все и делает. Мы должны помнить о том, что наш Бог совершенен, Его пути совершенны. Так говорит Писание. Поэтому, если Он делает определенные вещи определенным образом, то Он не может этого изменить. Если бы Ему нужно было изменять это, то Он был бы признан несовершенным. Сначала все было совершенным, не так ли? Сначала все было совершенным. Прочитайте 6 и 7 главы книги Бытия, чтобы увидеть это совершенное событие. Бог сказал Ною, «Построй ковчег. Грядет потоп. Потопа никогда еще до этого не было. Рассудив, Ноя мог бы решить, что потоп невозможен. Но построй ковчег. Грядет потоп». Само строительство ковчега уже для каждого было свидетельством того, что что-то вот-вот произойдет. Большинство людей в мире сегодня в своем разуме знает, независимо от того, понимают они это или нет, что что-то грядет. Что-то вот-вот произойдет. Дух Святой воспользуется этим. Ковчег был построен, и когда пришел потоп, в ковчег вошли только праведные и никто другой. И ковчег оградил их от Божьего гнева и хранил их от него до тех пор, пока гнев Божий не был полностью излит. И затем ковчег принес их обратно на землю. Это совершенный план. Вы не можете его улучшить. Поэтому, изучая новозаветные места Писания, мы видим, что церковь будет восхищена до великой скорби и будет находиться на небе, где ей за это время придется многое сделать, и она будет находиться на небе до тех пор, пока не закончится этот отрезок времени. А затем мы вернемся с Господом, чтобы царствовать и править здесь вместе с Ним тысячу лет. Время от времени я встречаюсь с людьми, которые учат, что мы уже живем во время периода великой скорби. И обычно я у них спрашиваю, «Как долго вы об этом учите?» И очень часто я узнаю, что они учат об этом дольше, чем должна длиться сама великая скорбь. Более того, забыл появиться Антихрист. Есть также люди, которые учат, что мы сейчас живем в Тысячелетнем Царстве. Если это Тысячелетнее Царство, то что-то здесь не так. Но понимаете, люди просто не исследуют Писание. И на предыдущих передачах мы постоянно делали акцент на необходимости исследовать Слово Божье. Исследуйте Слово Божье. Они не исследуют Слово Божье, а слушают разных людей, которые приходят и говорят, что они получили новое откровение или какое-то такое неординарное. И они бегут за этим, как неизвестно зачем. Но мы видим, что Писание говорит очень ясно. Произойдет восхищение Церкви. А все остальные комбинации и предположения работать не будут. Сегодня многие учат о том, что Церковь должна пройти через великую скорбь. И я спрашиваю большое «почему» с большим знаком вопроса на конце. Почему? И в основном я получаю от таких учителей следующий ответ, потому что Церковь не готова к восхищению. Если они являются членами Церкви, то тем самым они признают, что они не занимают правильного положения перед Богом. Поэтому я буду рад за них помолиться. Я хочу, чтобы вы знали, что наиболее необоснованным с точки зрения Слова Божьего является мнение о том, что Церковь будет восхищена только в конце великой скорби. Если они верят Писанию, то Иисус сказал, «Вы не знаете ни дня, ни часа». Это 13 глава Евангелия от Марка. Это написал Марк. В 32 и 33 стихах 13 главы Евангелия от Марка Иисус сказал, «Вы не знаете ни дня, ни часа». Ангелы не знают. Иисус сказал, «Я не знаю». Отец положил это в Своей власти. В 33 стихе говорится, «Не знаете, когда наступит это время», то есть точную дату и время. Не знаете ни дня, ни часа, поскольку так оно и есть. И Бог знает, что наш календарь является неточным, поэтому мы действительно не знаем ни дня, ни часа его явления или прихода. Но когда наступит семилетний период скорби, о котором Чарльз сейчас учит по всей Америке, что касается этого семилетнего периода, то это конкретный, фиксированный период времени, продолжительностью ровно в 7 лет, ровно в 84 месяца, ровно 2520 дней, разделенные на две половины, каждый длиной в 3,5 года, 42 месяца, 1260 дней. Это определено книгой Даниила. Это определено книгой Откровения. Так что у нас есть фиксированный период времени. Если же мы должны оставаться на скорбь, тогда вы сможете начать обратный отсчет времени. Или же, если вы все еще будете здесь, дождитесь середины периода Великой Скорби. Это фиксированный период времени. Два пророка в Иерусалиме. Великое препятствие, с которым Антихрист ничего не сможет сделать. Они будут вести ежедневный обратный отсчет времени. Они будут называть ему точный день, послушайте, точный день, когда Иисус Христос вернется с небес, чтобы царствовать здесь. Если бы церковь должна была быть восхищена именно в тот день, то мы бы знали точно, в какой день произойдет восхищение. Если вы внимательно изучите 14 главу книги Захарии, 19 главу книги Откровения, вместе со всеми параллельными местами Писания, то вы увидите, что Иисус вернется в середине последнего дня скорби. А Иисус сказал, вы не можете знать дня восхищения церкви. Нет ни одного библейского доказательства того, что церковь будет проходить через период Великой Скорби, и затем восхищена в последний день Великой Скорби. Поскольку будет два свидетеля и Антихрист, то при упоминании этих троих люди будут точно знать, о ком именно идет речь. А если вы будете находиться на земле одновременно с ними, тогда вы действительно сможете знать точную дату возвращения Иисуса на землю. Абсолютно верно. И он, говоря о восхищении, отмечает. Вы не будете знать точные его даты. Я понимаю, о чем ты говоришь. Итак, вы видите эти прообразы Ветхого Завета. Давайте рассмотрим еще один такой прообраз. Мы рассматривали 6-7 главы Бытия. А теперь посмотрите на прообраз в 19 главе, когда Бог посылает ангела забрать Лота и его семью из Содома перед излиянием его гнева. Он вывел их достаточно далеко, чтобы это излияние его гнева не причинило им никакого вреда. Писание говорит, что мы будем восхищены при гласе Архангела и трубе Божьей и возгласе Иисуса. Павел в первом послании Фессалоникийцам 4,16 не мог сказать нам, что именно возгласит или возвестит Иисус. Но об этом говорит нам Иоанн в Откровении 4,1. «И говоривший со мной голос сказал, взойди сюда». Поэтому мы знаем, что те, кто услышит этот голос, изменят свое место пребывания. Они не смогут оставаться на своем прежнем месте, если услышат этот возглас. А кто его услышит? Те, кто ожидает его явления, те, кто готов к нему. Если вы хотите находиться в постоянной готовности, тогда активно участвуйте в евангелизационных проектах своей церкви и других служений, которые вы знаете, что они действительно от Бога, а также делитесь своим личным свидетельством. Аминь. Позвольте мне вот о чем вас спросить. Я хочу задать этот вопрос вам троим. Мы знаем, что за время рождения Иисуса прошло две тысячи лет. Да. Мы знаем. Мы также знаем, что Он будет царствовать на земле тысячу лет, во время тысячелетнего царства. И там никакой гнев Божий изливаться не будет. То есть это принадлежит Ему, и там не будет никакого гнева. Дьявол будет изолирован от людей. И больше гнев Божий изливаться не будет, потому что Он весь будет излит во время великой скорби. И вот что я хочу уточнить. У нас есть двухтысячелетний период времени, который принадлежит Иисусу, первосвященнику Земли, и главе тела Христова. И также у нас есть тысячелетний период времени, когда не будет никакого гнева. Он наступит уже после великой скорби. Продолжительность тысячелетнего царства тысяча лет. Не 993 года. Верно. Тысяча лет. Абсолютно верно. Не около тысячи. И не примерно тысячу лет. Это не примерно тысячелетие. Это тысяча лет. Первый период равен двум тысячам лет. Не 1993 годам. Двум тысячам лет. И к тому же, например, в третьей главе послания к Евреям, да и прочитав все послание к Евреям, я не вижу, чтобы функции Иисуса входило быть первосвященником гнева. Он является администратором нового рождения. Он является администратором исцеления. Он является администратором нашего финансового преуспевания. Он является администратором церкви, главой церкви. Да. Но я не вижу, чтобы он хоть где-то был администратором гнева. Только в последний день Великой Скорби, о котором в книге Откровения говорится, как о дне гнева Агнца. И то же самое мы видим в 14 главе книги пророка Захарии. Но где изливается его гнев? В долине Мегидо. Да. Когда против Израиля выступает армия Антихриста. Это касается его. Это касается его. Это единственное место, когда мы видим последствия его гнева. Да. Фактически, Кеннет, говоря о гневе Божьем, период Великой Скорби, то он будет изливаться только на те регионы, которые попадут под влияние и контроль Антихриста. Это только четвертая часть Земли. То есть не вся Земля будет подвергнута разрушению? Нет, нет. Расскажи об этом подробнее. Большинство людей думает иначе. Откуда мы это взяли? Нам всегда говорили, что Великая Скорьба хватит весь мир. И Антихрист, что будет одно всемирное правительство, и что Антихрист будет править миром. Друзья, знаете ли вы, что в Библии нет ни одного местописания, которое бы подтверждало все это? Это традиционная теология, основанная на нескольких местах Писания Библии. Он всегда пытался это сделать. Именно это он и пытался вбить людям в голову. Это называется промыванием мозгов. Да. Это называется ложью. Ложь. Любое промывание мозгов является ложью. Послушайте. Вот шестая глава книги Откровения, в которой Иисус начинает снимать печать из книги, полученной им от своего Отца на небе. Это описывается в пятой главе. Иисус стоит перед престолом. Он уже не сидит на престоле. Почему Он оставляет престол? Он должен сойти с небес и спуститься на землю, чтобы принять свое тело, которое является армией Божьей. Мы идем на небеса, и Он встречает нас там. Это отлично описано в четвертой и пятой главе книги Откровения. Он стоит перед престолом Божьим, а мы окружаем Его. Он идет обратно к престолу. Отец подает Ему книгу. Она запечатана семью печатями. И в шестой главе Он начинает снимать эти печати. Снятие первой печати высвобождает Антихриста, который не мог открыться до тех пор, пока не была восхищена Церковь. Это третий, шестой, седьмой, восьмой стихи второй главы второго послания Фессалоникийцам. Я знаю, обычно теологи учили о том, что в это время Дух Святой будет забран с земли. Но это невозможно. Дух Святой является Богом. Вы не можете забрать Его из одного места и поместить в другое. Если Он Бог, то Он вездесущий. К тому же, Иоиль пророчествовал о том, что излияние Духа Святого, которым мы сейчас наслаждаемся, будет продолжаться до последнего дня великой скорби. Когда солнце померкнет, и луна станет, как кровь, и силы небесные поколеблются. Снятие второй печати высвобождает всадника на рыжем коне, которое является человеком войны. Во время семилетнего периода великой скорби будет идти война. Затем появляется всадник на вороном коне, представляющий собой голод. И здесь речь не идет об отсутствии или недостатке пищи. И затем появляется конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним. Обратите внимание на то, что говорится во второй части 8 стиха 6 главы книги Откровения. «И дана была им власть, то есть четырем всадникам апокалипсиса, антихристу, человеку войны, голоду и смерти, соследовавшим за ним адом. Дана им была власть над четвертой частью земли». Не над всем миром, друзья. Обратитесь к Библии. И если вы зависли на традиционной теологии, то отбросьте ее. Нажмите в своем умственном компьютере кнопку отмена и выкиньте ее. Обратитесь к Слову Божьему. В Библии нигде не написано, что антихрист будет править всем миром. Кто-то может сказать, «А как же Откровение 13.7?» Прочитайте Откровение 13.7. Это задание, которое дал ему сатана, дракон. Здесь не говорится о том, что он на самом деле будет делать. Читая этот 7 стих, опирайтесь на книгу Откровения 13.2 и книгу Даниила 8.24. Антихрист получил задание от сатаны, и ему противостоит Бог. А если вам противостоит Бог, то вас ожидают большие трудности. Забудьте об этом. Аминь. Позволь мне проверить, правильно ли то, что я сказал раньше. Поправь меня, если я не прав. Хорошо. Этот 7-летний период времени стоит особняком. Да. Он не входит ни в 2000-летний период церкви, ни в 1000-летнее правление Иисуса. Он стоит как бы особняком. Верно? Я называю это мастерским ходом Бога, потому что в первой половине Великой Скорби Антихристу будет противостоять 144 тысячи неженатых евреев, слуг Божьих, запечатленных печать, и ничто не сможет им помешать. Во второй половине Великой Скорби Антихристу будет противостоять служение ангелов, над которыми у него нет власти, плюс два свидетеля в Иерусалиме, которые прямо перед его штаб-квартирой каждый день, я бы добавил перед камерой, чтобы видел весь мир, будут говорить о его конце, пророчествовать Слово Божье, говорить ему о том, что еще один день он отправится в озеро Огненное. Это мастерский ход Бога. Это мастерский ход Бога. Аллилуйя. Не пропустите завтрашнюю передачу. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Сегодня для нас снова является огромной привилегией принимать у себя брата Чарльза Кэпса, Хилтона Сатана и Марка Баркли. Так тебя зовут? Марк Баркли. Должно быть так. Мы говорим об откровении последнего времени и о том, что сейчас в это самое удивительное, самое богатое на сюрпризы, самое чудесное и славное время в истории человечества, когда Бог изливает самого себя. Слава Богу, о том, что в это время делает Бог. И именно в разгаре всех этих событий мы с вами и живем. И можно только мечтать о предоставленной нам возможности говорить о последнем времени вместе с этими тремя людьми, слава Богу. И мы просто отлично проводим здесь время. Еще раз добро пожаловать, друзья. Давайте поговорим сегодня вот о чем. Я бы сказал об этом так. Мы являемся поколением собирающим урожай. За последние две тысячи лет наши предки, проливая кровь, пот и слезы, посеяли по всему миру много семян Евангелия. И весь урожай этих семян должен быть собран. Фактически, если хорошо подумать, то в то же самое время мир пожинает урожай шести тысяч лет гнева Божьего. И очень скоро им придется пожать его в полной мере. Аминь. Вот уже несколько дней я постоянно думаю об одном месте Писания. и мне очень бы хотелось услышать ваше мнение по поводу того, о чем в нем говорится. Потому что, как мне кажется, оно о многом нам говорит. Я не знаю, как я мог столько раз читать его и не видеть этого. В пятой главе послания Якова в Новом Завете говорится о нечестивых богатых людях. здесь речь идет не просто о тех, у кого есть деньги, а о нечестивых богачах. Слово Божье говорит, богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они благодетельствовали, вы знаете, и так далее, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Здесь говорится о божьих людях, у которых есть богатство, материальные ценности и так далее. Но послушайте дальше. Послушайте вы, богатые или нечестивые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежда ваша изъедена молью, золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу как огонь. В эти последние дни будет много людей, деньги которых начнут их сжигать. И вы знаете, что с ними произойдет, когда они начнут избавляться от них, не так ли? Они будут приносить свои деньги Богу. Эти деньги будут сжечь их как огонь. Но вот что особенно привлекло мое внимание, четвертый стих, «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа». Здесь не написано, что жнецы собрались и создали профсоюз. Написано, что они воззвали к Богу. И вот, чтобы вы все могли сказать насчет этого излияния Божьего, насчет оснащения, имущества, денег и всего остального, что Бог уже начал передавать в наши руки, чтобы проповедовать Евангелие в эти последние дни. Написано, что к Богу возопили, и он услышал не только тех, у кого была удержана их плата, но также возопили к Богу их деньги, их плата, их вознаграждение за труд. Это значит, что есть очень много принадлежащей Богу собственности, которая находится в руках не тех людей. Слово Божье говорит, богатство нечестиво сберегается для праведного. Оно вопиет, и Бог слышит его. Я верю, что здесь говорится именно о нас. Я верю, что сейчас происходит величайший переход богатства со времени выхода Израиля из Египта, предназначенного для проповеди Евангелия в эти последние дни. Слава Богу. Брат Марк, как тебе это нравится? Мне очень это нравится. И я готов. Я действительно готов. Это мой день. Однажды я видел видение, и, конечно же, я не служу обо всем на основании видений, даже когда вижу их. Я опираюсь на Слово Божье. Но Бог действительно дает людям видение, сны, слово знания и тому подобное. И я был настолько им поглощен, потому что о том же сам говорит и этот стих. В том видении я видел людей, которые сидят за общим столом и просто обливаются кровавым потом от забот и переживаний. И я слышал, как один человек, присутствующий на совете одной крупной компании, встал и сказал, знаете, к девяти утрам завтрашнего дня мы должны избавиться от всего этого имущества. Кому мы отдадим наши самолеты? Кому мы отдадим это здание? Весь этот комплекс зданий здесь в Лос-Анджелесе. У нас не должно его завтра быть. Когда правительственные чиновники приедут сюда завтра утром, оно уже должно принадлежать кому-то другому. И я видел, как они отдавали целые автопарки, компьютерные системы, собственность, здания для чтобы покрыть свои грехи. И мне нравится, что сказал Чарлз пару дней назад насчет фокуса. Я бывший морской пехотинец, и, как говорят, быв однажды морским пехотинцем, ты остаешься им навсегда. Но сейчас я в Божьей армии. Я учил стрельбе офицеров, снайперов, обычных солдат, и этот небольшой пример придется здесь очень кстати. Я наблюдал за такими людьми, как ты, Орелл Робертс, за Чарльзом, Хилтоном, и я хотел, чтобы то же самое работало и в моей жизни, и работал над этим. Когда мы учили солдат стрелять, то их самая большая ошибка была то, что они смотрели на мишень. Вы не должны смотреть на мишень. Если вы не попадете в десятку, то будете наказаны. Не фокусируйтесь на самой мишени. В те дни, когда я учил солдат стрелять наружах, был механический прицел и мушка, и мы учили солдат или офицеров, что необходимо совместить прицел с мушкой таким образом, чтобы вы как можно отчетливо видели мушку посередине прицела. И затем вы направляете мушку на нижний край этого яблочка мишени. Если вы это сделаете и примените пару других принципов, то будете каждый раз попадать в десятку, стреляя с расстояния 200, 300 или 500 метров. но говорю вам неоднократно снова и снова, независимо от ранга и знания, даже время зачетных стрельб, я ловил их на том, что они смотрят на мишень. я мог сказать, когда они начинали смотреть на мишень, а не на мушку. Мишень вот такого размера, а мушка всего лишь вот такого. Верно. Если вы будете фокусироваться на ней, будете отчетливо ее видеть, тогда вы всегда будете попадать в десятку. Я верю, что все это, чем ты только что прочитал, устроено для нас Богом. Я тоже в это верю. Но снова и снова я вижу, как проповедники и верующие в эти последние дни, особенно в эти последние дни, так сильно хотят того, о чем мы проповедуем, Брат Коплант. И это подобно движению. Давайте получим это. Нам нужно это. Нам нужны эти средства. Нам нужны эти самолеты. Нам нужен этот доход. Сегодня многие фокусируются на этой десятке, и поэтому они промахиваются. Здорово. Если бы они вернулись назад и более внимательно послушали таких людей, как ты, как брат Хэгген, брат Робертс, которые годами нас об этом учили, особенно при успевании осенней и жатве. Если бы мы снова правильно совместили прицел с мушкой и концентрировались на себе, а не на том, чего мы ищем, то мы бы попадали в десятку и все остальное приложится. остальное приложится. Не так ли, Чарльз? Все остальное приложится. Цель не в том, чтобы заполучить какие-то материальные блага. и то, как и что делает он, на то, как быть правым, и на Слово Божье, то все остальное приложится. Знаете, апостол Павел сказал, вера приходит от слышания, а слышание Слова Божьего. Вам не нужно пытаться получить веру. Если внутри вас есть Слово Божье, тогда там есть и вера. Она находится в Слове Божьем. Поэтому, когда вы исполняете Слово Божье, и когда вы применяете принципы Слова Божьего, поскольку то, на чем мы фокусировались 10 лет назад, в действительности не находится на данный момент в фокусе Духа Святого. Конечно, это все были правильные вещи, но Бог движется дальше, Его откровение прогрессирует, и Бог открывает нашему поколению то, чего Он не открывал предыдущим поколением. А все похоже потому, что Бог всегда открывает какое-то откровение именно тому поколению, которому придется с этим столкнуться. Возьмите так называемую концепцию Соломона. Я сам придумал эту фразу, ее дал мне Господь. Соломон сделал следующее утверждение в первой главе книги Экклесиаста, что было то и будет, и что делалось то и будет делаться. То, о чем мы сейчас говорим, является точным исполнением того прообраза, который мы видели, читая об исходе Божьего народа из Египта. Египту пришлось не сладко из-за того, что они не хотели отпускать израильтян. Я говорю вам, прежде чем церковь покинет эту планету, они захотят от нас избавиться. Бог показал разницу между праведными и нечестивыми. Когда весь Египет накрыла тьма, в домах израильтян, в домах праведников был свет. То же самое происходит и сегодня. Мир погрузился в кромешную тьму, но для праведных из тьмы сияет свет, и наш свет становится все ярче, а их тьма становится все темнее. Бог продолжал делать определенные вещи через Моисея и Аарона, чтобы заставить египтян отпустить израильский народ. На них пришли казни. Сначала это были жабы, потом песьи мухи, потом вымер весь их скот, потом град побил все, что у них было в поле, поломал все их деревья, и после всех этих казней единственным, что у них осталось, было серебро и золото, и они собрали его, принесли израильтянам и сказали, возьмите это и идите исполняйте волю Божью. И вот видите, как то же самое произойдет снова. Все колеблемое поколеблется. И в книге Аггея, позвольте мне прочитать это, вот что является фокусом всего этого. В третьем стихе говорится, «Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе?» Здесь говорится о том времени, когда Зарававель собирался отстроить храм, понимаете? А теперь посмотрите пятый стих, «Завет мой, который я заключил с вами, при ишествии вашим из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь, ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемых всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Давайте сфокусируемся на том, что сказал Соломон. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться. Соломон был тем, кто построил дом Господень. И здесь говорится о славе прежнего дома. Этот дом Господень представляет собой фактически здесь два фокуса. Первый это то, что дом является домом Божиим. Верно? Именно об этом мы и говорим, о доме Божием. Поэтому давайте разберемся с этим. Итак, прежний дом. И он говорит, «Я потрясу все народы». И в восьмом стихе написано, «Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф, слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте сем, «Я дам мир», говорит Господь Саваоф. Я верю, что здесь пророчествуется о церкви, о том времени, в которой мы живем. Этот дом Господень является прообразом церкви, и слава церкви превзойдет все, что было когда-либо раньше. Годами это было прообразом, и Бог вот-вот исполнит эти слова. И обратите внимание, это будет сопровождаться потрясением всего, что может быть потрясено. Вы помните панику из-за возможных проблем с компьютерами в начале 2000-го года, глобальный денежный кризис и так далее. Создается такое впечатление, что 2000-й год вывел нас на новый этап. Мне это кажется подозрительным. Да. Да, Аминь. Возможно, этот мир погрузится в такую тьму, что они уже не будут знать, что им делать со своими деньгами, но они почувствуют, что Бог благоволит церкви и отдадут свои деньги церкви. Они будут отдавать свои деньги в руки праведных людей. У нас не будет недостатка, и я говорю не о наших личных нуждах, а о средствах для сбора этого урожая последнего времени. Он будет профинансирован так, как еще ничто в истории церкви. Я верю, что в результате этого многие люди приблизятся к церкви, а затем просто вольются в нее вместе со своим богатством. Только в церкви будет какая-то стабильность и ясность. И то, что мы сегодня проповедуем в этом мире, опираясь на пророческие описания, является единственным, что будет иметь вес в эти последние дни. Знаете, Слово Божие говорит в послании к евреям, Моисей, как слуга, был верен во всем доме его, но Иисус, как сын в доме его, был более верен и его дом достоин большей славы, нежели прежний. Это полностью согласуется с тем, о чем говорил пророк Агей. И вот еще одна мысль по этому поводу. Знаете, мы, особенно наше поколение, стали свидетелями многих очень важных изобретений. Были изобретены действительно очень интересные и полезные вещи. Но ни один человек никогда сам по себе ничего не изобретал. Человека просто посещала мысль от Бога. Бог всегда знал о возможности изобретения чего-либо подобного. И гарантирую вам, что бы вы не изобрели, еще до того, как вы об этом подумали, на небесах все это уже было и в гораздо лучшем состоянии. Сегодня в мире существует много разных технологий. Но технический прогресс идет такими темпами, что люди уже не могут им управлять. Они вынуждены объединяться, сливаться и расширяться для того, чтобы попытаться как-то со всем этим справиться. Некоторые из них, получив свое распоряжение и эти технологии, не могут понять, что с ними делать. Брат Сатон перед началом передачи говорил нам об одной статье. Сейчас средство связи является главным объектом Божьего внимания. Средство связи. Транспорт. Вы не можете идти по всему миру и проповедовать Евангелие всему творению, не имея транспорта и соответствующих средств связи. Да. У вас должно быть и то, и другое. Да. Так что транспорт и средство связи является такой же неотъемлемой частью проповеди Евангелия, как и божественное исцеление, освобождение, новое рождение. Это не является второстепенным вопросом, не так ли? Нет, нет, вовсе нет. Знаешь, Кеннет, поскольку мы являемся церковью последнего времени, и для наших слушателей и телезрителей от этого термина не веет какой-то мрачностью и обреченностью, этот термин взят из 4 стиха 12 главы книги Даниила. Последнее время просто означает благодарение Богу сегодня пятница. Здорово. Да. То есть мы понимаем, что в рабочей неделе церкви или тело Христова сейчас наступила пятница. И нам поручено важное задание. Когда я начал исследовать пророчество Писания об урожае, урожае душ, который в эти дни предстоит собрать в каждой нации, без исключения, тогда я увидел, что нам действительно нужны все эти развивающиеся колоссальным темпом технологии, о чем также говорится в том же 4 стихе 12 главы книги Даниила, который в оригинале звучит так. Люди будут ездить по земле туда-сюда, и знания приумножатся. Ударение в той главе ставится как на Израиль, так и на праведных. Но мы видим, что происходит в мире, хотя ударение в действительности делается на праведных. В 3 стихе говорится, «И разумные будут сиять, как светило на тверде, и мудрые обратят многих». Возьмите свои Библии, подчеркните слово «многих» в книге Даниила 12.3. Они обратят многих к правде или к праведности. И затем, на основании 4 стиха, мы отождествляем последнее время нашу пятницу с тем, что люди будут ездить по земле туда-сюда с умножением знания, где ударение делается на праведных. С умножением знания или познания чего? Познание Господа покроет землю, как воды моря. Это обязательно должно произойти. Мы живем в начале этого времени. Мы живем в нашу пятницу. Я не знаю, утро сейчас, день или вечер. Но я точно знаю, что мы живем в нашу пятницу. Я знаю, что Иисус скоро придет. Я знаю, что пророчества, которые подготавливают платформу для Его явления, уже начали исполняться. И одним из наиболее выдающихся является пророчество об урожае душ, которое соберет церковь. Мы делали очень большой акцент на том, что Израиль снова станет отдельным государством, и это является главным пророческим знамением этого времени. Но есть и еще одно, о котором пророчествовал Исайя, о котором пророчествовал Михей, о котором пророчествовал Даниил, о котором пророчествовал Иисус. Павел сказал 4 главе послания к официанам, что тело Христово должно увеличиваться, а не уменьшаться. Время от времени мне попадаются статьи, написанные, я уверен, хорошими людьми, говорящими о том, что посещаемость церкви падает. Я не знаю, куда они ходят, но только не в те церкви, с которыми общаюсь я. Они смотрят не туда, куда смотрим мы. Только не в те церкви, с которыми общаемся мы. Нет, Господь, нет. Я путешествую по всему миру и вижу то же самое. Сейчас, проповедуя за рубежом, я вижу, что на собрание приходит в 3, 4, 5, 6, 7 раз больше людей, чем приходило раньше, когда я туда приезжал. Люди приходят в Царство Божье. Не так давно мы снова были в Сингапуре, и мы снимали один из больших залов в самом центре города, в котором в свое время я проповедовал тысячам двум человек. В этот раз туда пришли тысячи людей. И в основном в том городе живут буддисты, индуисты и мусульмане. Но когда вы делаете призыв к покаянию, вперед выходят сотни людей. И это буддисты, индуисты и мусульмане. Бог, Духом Святым, касается сердец людей. Я очень часто думаю о словах нашего Господа Иисуса. «Блаженны алчущие». Это пятая глава Евангелия от Матфея. «Блаженны алчущие и жаждущие правды или праведности, ибо их обойдут стороной? Нет, ибо они насытятся. Это начало новой жажды Бога, независимо от того, понимают это люди или нет. Кто-то может сказать, это все потому, что люди в мире находятся в нужде. Несмотря на все наши технологии и все преимущества, которыми обладает сегодня человечество, люди нуждаются. Я хочу, чтобы вы знали, что Дух Святой должно быть имеет ко всему этому не последнее отношение. Фактически, я думаю, что Он является здесь главной составляющей для того, чтобы побуждать человеческие сердца начать приготовляться и открываться для слов тех, кого Дух Святой уже приготовил. И для того, чтобы это произошло, у нас должен быть настоящий, постоянный приток финансов, чтобы мы могли воспользоваться всеми преимуществами существующих сегодня технологий. Статья, о которой ты упомянул, была напечатана в газете USA Today. И в ней просто писалось о том, что очень скоро, максимум через 3-4 года, а то и раньше, все телевидение будет работать через интернет. Представляете, каким это станет могущественным инструментом? Для тех, кто хочет прочитать эту статью, обратитесь к газете USA Today. За 8 октября 1998 года. 8 октября 1998 года. Она называлась «Следующий большой взрыв» — «это взрыв средств связи». Обо всем этом пророчествовал наш Небесный Отец. Данил записал это пророчество в 4 стихе 12 главы. А вот и мы. Мы думали, что телевидение, извините, средства связи и технологии за последние 20 лет начали стремительно развиваться, но то ли еще будет. Да, то ли еще будет через полгода или год. Позвольте мне прочитать еще буквально пару пунктов. Сколько у нас остается времени? Прочитай их очень быстро. Наше время уже подошло к концу. Здесь говорится о том, что если раньше для того, чтобы транслировать по телевидению футбольный матч, требовалось 6 оптических волноводов, то в скором будущем один оптический волновод сможет справиться с 700 таких передач. Самое время для распространения Евангелия. И Моисей записал во второзаконии 8.18. «Помни, Господа Бога твоего». Именно к этому и должны вернуться сегодня люди. Давайте вернемся к основам и позволим Богу быть Богом в наших сердцах. Слава Богу! Потому что именно Он дает нам силу и способность приобретать богатство. Дабы Его завет был утвержден в этом мире. Именно эту цель мы вчетвером и преследуем. Я не знаю, как остальные, но это то, чем занимаемся мы. Утверждаем завет в этом мире. Слава Богу! Мы вернемся через минуту. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Слава Богу! Мы отлично провели эту неделю с Марком Баркли, Хилтоном Саттоном и Чарльзом Кэпсом. Мы говорили о последнем времени. Мы говорили о вере. Мы говорили об Иисусе. Слава Господу! И именно Он является центром всего этого. И сегодня мы продолжим обсуждать поднятые нами вопросы. Но сначала давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя сегодня за Твое слово. И мы прославляем и благодарим Тебя за откровение с небес, за слова, которые приносят небеса на землю. И мы благодарим Тебя за него. Мы просто благословляем и прославляем Тебя во имя Иисуса. Аминь. Давайте вернемся к самому первому месту Писания, которое мы читали в начале недели. Это четвертая глава книги «Притч», где в 13 стихе написано «Крепко держись на ставление». Не оставляй. Храни его, потому что оно – жизнь твоя. Давайте поднимемся одним стихом выше. «Когда пойдешь». Это относится к нам, не так ли, друзья? Мы являемся тем поколением, которое идет. Мы должны обойти всю землю. Нам предстоит длинный путь, и у нас на него отведено очень мало времени. Поэтому мы уже вышли на эту дорогу. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой. И когда побежишь, не споткнешься. А для этого крепко держись на ставление. Не оставляй его, потому что оно – жизнь твоя. Где? На том пути, по которому мы сейчас идем, слава Богу. Мы говорили о том, что в последнее время произойдет переход богатства и имущества, и о том, что помазание Божие и слава Божье наполнят всю землю. Однажды Господь сказал мне, «На данный момент из всех живущих на земле пять миллиардов человек идут в ад». «Это неприемлемо. Меня это не устраивает». И вот, что он тогда еще добавил. «Я хочу, чтобы ты стремился к тому, чтобы начать оперировать миллиардами». Меня от этого несколько передернуло. Он сказал, «Подумай об этом. Когда ты оперировал тысячами, он говорил о нашем финансовом доходе. Когда ты оперировал тысячами, ты служил тысячам людей. Когда ты прорвался на тот уровень, где ты стал оперировать миллионами, ты начал служить миллионам людей. Я хочу, чтобы мой народ устремился к тому, чтобы начать оперировать миллиардами и служить миллиардам людей». И я буквально моментально понял, о чем он говорил. Но затем, когда вы начинаете думать и размышлять об этом, вы начинаете задаваться вопросом, «Каковы мои наставления? Как это получить?» Это вопрос принятия. Вопрос здесь не в том, что Бог должен нам что-то дать. Он уже все нам дал. Вопрос только в нашем принятии или в стремлении подняться на более высокий уровень в нашем понимании Бога, в наших представлениях о Боге, в нашем понимании Царства Божьего и того, как и что делает Бог. И поэтому сейчас я хочу предоставить слово Марку Баркли. «Я хочу, чтобы именно с этого ты и начал наш сегодняшний разговор». Я начал думать и размышлять над таким вопросом. «Что ты хочешь, чтобы я делал?» И Бог ответил, «Твои представления и твое понимание должны подняться на новый уровень. Они должны подняться на более высокий уровень. То, что тебе казалось чем-то большим, является слишком маленьким в свете того, что мы должны сделать. Как бывший морской пехотинец, ты знаешь, что военные идеи и представления приходят от Бога». «Я верю в это». «Да, верно». На меня просто сошел Дух Божий. Давайте посмотрим, что Он хочет сказать. «Аллилуйя, Отец. Мы просто прославляем Тебя. Мы благодарим Тебя во имя Иисуса». «О, да, 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 да. Я слышал, как Господь кое-что мне сейчас сказал. Я должен правильно это передать. Я только что услышал, как Он сказал это снова. Он сказал, «Подними это служение и свое мышление до полноценного боевого уровня». Я сказал, «Господь, я думаю, что понимаю, что это значит, но объясни мне». Он сказал, «Когда у людей военное мышление, то единственное, что для них имеет значение, это жизнь людей. Выиграть войну и остановить ее любой ценой». Мышление мирного времени совершенно иное, потому что единственное, что имеет тогда для людей значение, это деньги. Это слишком большие деньги. У проповедников не должно быть столько денег. Зачем вам самолет? Чтобы летать на нем не до тепа. К тому же, я очень тороплюсь. Вот зачем мне нужен самолет. Люди умирают и идут в ад. Поэтому я тороплюсь. Аминь. Кроме того, я устал пользоваться услугами нечестивых людей. Да. Но Бог ввел весь этот разговор к тому, чтобы поднять наше мышление на тот уровень, на котором Он его и хочет видеть. И одно стало следствием другого. Для Бога это не второстепенный вопрос. То же самое помазание, которое вас спасет, оно же вас и исцелит. То же самое помазание. Брат Хилтон, вы помните, когда брат Роберт и другие, а также вы сами начали проповедовать во время великого пробуждения исцеления в конце 40-х и в начале 50-х годов. Люди из полноевангельских церквей называли исцеление второстепенным вопросом. Вам лучше вернуться к проповеди Евангелия вместо того, чтобы проповедовать об исцелении, которое является второстепенным вопросом. И когда вы имеете дело с финансами тела Христова, то это та же самая кровь Иисуса, которая купила их в тот же самый день и на том же самом кресте, поскольку наказание мира нашего было на нем. На еврейском языке наше слово мир звучит как шалом. Шалом. Оно означает мир, который приходит от того, что все на месте и ничего не сломано. Мир, который приходит от того, что вы целостны, имея больше, чем достаточно. И Иисус заплатил за все это тогда же, когда Он заплатил за мой грех, болезни и немощи. Я сказал все это для того, чтобы подвести нас к следующему. Марк Баркли, что должны делать верующие, которые смотрят сегодня эту передачу? Что ты скажешь им делать прямо сейчас, сегодня, еще до того, как они отойдут от телевизора, для того, чтобы начать принимать от Бога? Моей первой командой будет облекитесь в свою форму, оденьте каску, зашнуруйте ботинки, найдите свое оружие, куда вы положили свое оружие. Я хочу ненадолго вернуть вас на 30 лет назад. Во время одного серьезного военного конфликта я однажды присоединился к группе морских пехотинцев. Они потеряли своего командира. и когда я прибыл на место, ими руководил младший сержант. Когда я появился там во время боя, они были без касок. Их винтовки находились вот здесь, у морских пехотинцев. Поэтому первым делом я сказал, эй, наденьте свои каски, именно для этого они и предназначены. Мы начали замечать, что большинство солдат гибнет не столько из-за превосходящих сил противника или неисправности нашего вооружения, сколько из-за элементарной халатности. Халатность. Библия говорит, что мы спасемся, если не будем халатно относиться к своему спасению. Библия также говорит, не не роди или не относись халатно к пребывающему в тебе дару, который был дан тебе через возложение рук лидеров церкви. Он уже внутри вас. Он уже внутри вас. Поэтому возгревайте его. Однажды я проповедовал на тему посещения церкви, что сегодня является довольно необычной темой. И один брат сказал, я верю, что нужно ходить в церковь. Брат Баркли, я ответил, что ж, замечательно, тогда ты должен в ней появляться. Он сказал, ну, знаете. Я ответил, не надо мне ничего говорить. Я понаблюдал за твоей посещаемостью церкви. Ты в ней не появляешься. Где же ты тогда был, если ты веришь в то, что нужно ходить в церковь? Мы проповедовали о десятине и происходило то же самое, брат Коппант. Люди говорили, я отдаю десятину. Я верю в то, что нужно отдавать десятину. Я отвечал, тогда вам пора это сделать, потому что если посмотреть на ту сумму, которую вы отдаёте в церковь, и на сумму вашего дохода, то вы не отдаёте десятину. Так что я сталкиваюсь на этой планете с большой халатностью. Мы уже говорили об этом целую неделю. Сейчас на земле существует два царства. Есть царство этого мира, управляемое нечестивыми людьми, независимо от того, хотят они быть таковыми или нет, за которыми стоят силы сатаны и дух Антихриста, который уже прививает и потихоньку убеждает человечество приготовиться ко всему тому, что он может ему предложить. Но с другой стороны есть царство всемогущего Бога. Мы занимаем место на этой планете. Вот как я это вижу. Вот что я хочу, чтобы вы делали. Библия говорит, Господня земля и что наполняет её? Да. 23 Псалон. Не мир, а земля. Да. Мир — это вся та система, которая вовсе не хочет делиться с нами этой землёй, а наоборот пытается загнать нас в угол. Они удерживают всё это в своих руках через агрессию, через дух этого мира и жадность. Мы уже немного говорили об этом. Когда я тебя слушал, мой дух просто воспрянул. Я подумал, грешники будут приобретать деньги для того, чтобы помочь человечеству попасть на небо. Они уже отдают эти деньги, но они делают это через другие благотворительные организации, которые кормят бедных, одевают их, пытаются дать им какое-то образование, забрать их с улицы, снять их с иглы, освободить их. Мы строим бесплатные больницы. Подумайте о тех миллиардах и миллиардах долларов, которые уже идут на это дело. Когда они поймут, что у нас не только есть это дело, но у нас есть сила... Они уже начинают это понимать. Я согласен. До них уже это доходит. Поэтому нам нужно покончить с этой халатностью и начать исполнять Слово Божье. Давайте не говорить, что мы изучаем свою Библию, а давайте изучать её. Давайте не говорить, что мы ходим в церковь, а давайте ходить в церковь. Аминь. Давайте не просто говорить, что мы отдаём десятину. Давайте сделаем Иисуса перед священником нашего исповедания, когда мы совершаем своё исповедание, отдавая десятину. Давайте не говорить, что богатство грешника сберегается для праведного, как ты однажды приводил в пример проповедь Джерри Савейла. Давайте верить Богу о том, чтобы быть агрессивными жнецами ради спасения душ. Поэтому я советую вам слушать проповедников, которые проповедуют о том, и приготовятся к тому, чтобы сеять. Любой хороший фермер это знает. Выкатите из гаража свой трактор, достаньте все необходимые для этого инструменты, дождитесь подходящего сезона и подходящих погодных условий и температуры. Прицепите все необходимое оснащение за своим трактором. Слава Богу, но сейчас наступило не столько время сения, сколько время жатвы. Пришло время выпустить в поле комбайн и другие машины для сбора урожая, потому что мы живём в период жатвы. Сейчас настало время именно жать. Это ещё слабо сказано, что мы живём в период жатвы. Марк вернул нас ко второй главе книги Исаии, которую мы уже обсуждали. В ней говорится о том, что все народы потекут в Царство Божье. Это записано в книге Исаии 2.2. Михей подтверждает то же самое, говоря, люди из всех народов потекут в Царство Божье. И затем у нас есть пророчество в книге Даниила 12.3, где говорится «разумные или мудрые». Мы знаем, что мудрые – это тот, кто завоёвывает души. Мудрые обратят многих к правде или праведности. Как я уже упоминал на прошлой передаче, в 14 главе Евангелия от Луки Иисус сказал, что дом Его Отца наполнится. Апостол Павел в 4 главе посланника Фессианам говорит, что тело Христово через служение апостолов, пророков, евангелистов и учителей достигнет полной зрелости. Тело Христово будет расти, а не уменьшаться. Мы стоим перед лицом огромного урожая. Все из нас, кто призван в одно из служений Иисуса, их пять, должны как никогда раньше быть усердны и посвящены своему призванию. Мы должны начать мотивировать наших людей быть частью приближающейся жатвы. быть частью приближающейся жатвы. Аллилуйя. Мы можем это сделать. Мы видим, как это уже происходит. Если это может сделать один, значит, это под силу и другому. Бог нелицеприятен. Если Он помазал нас, то помажет и других. Если они дадут Ему хоть малейшую возможность это сделать, нам предстоит собрать огромный урожай. Ты кое о чем не напомнил во время твоей январской конференции служителей. Много лет назад Бог дал мне видение урожая. Я забыл о нем. Это было так давно, что я просто забыл о том видении, в котором я увидел огромнейшее поле, готовое к жатве, а за ним на каком-то расстоянии темные тучи. И то здесь, то там я видел жнецов, сжавших такими серпами, которые использовались раньше. Выжиная вокруг себя маленький пятачок. И я подумал, они не успеют собрать этот урожай до грозы. И я услышал голос Господа, который сказал, «Созови жнецов». Поэтому давайте воспользуемся сегодняшней передачей, чтобы сказать, все те из вас, кто является частью служения Господа Иисуса Христа, будь вы апостол, пророк, евангелист, пастор, учитель, или находитесь в служении вспоможения, или в служении даяния, или в служении управления внутри церкви, услышьте меня сейчас, созовите жнецов, и давайте начинать работать вместе. В том видении я увидел, как они собрались вместе, когда их созвали. И Господь сказал, «Выстрой их в одну линию». Когда они выстроились в одну линию и начали сжать в унисон, я увидел, как они начали маршировать через то поле и чудесным образом превратились в огромный комбайн, который начал быстро собирать урожай на этом поле. И я подумал, «Мы соберем этот урожай? Мы успеем это сделать до грозы!» Слава Богу! Именно это нам сейчас и предстоит сделать. Мы можем подкрепить это местом писания. Люди падают духом, потому что сегодня проповедуется много негативного Евангелия. Я не хочу показаться грубым, но сегодня проповедуется много негативного Евангелия. Ударение делается на том, что есть много званых или призванных, но мало избранных. Ударение делается на слове «мало». Широк путь, ведущий к погибели, но узок путь, ведущий на небеса. И ударение всегда делается на том, что немногие найдут его. Люди так и не понимают, хотя вполне могли изучить все ссылки, что те немногие, которые найдут прямой и узкий путь, затем снаряжаются и готовятся к тому, чтобы выйти на широкий путь и забрать людей в Царство Божье. Много званых или призванных, но мало избранных. Эти немногие призваны из тех, которые призваны. Немногие избраны быть лидерами, но все призваны и всем отведена их часть в общем деле. Поэтому мы не рассматриваем себя отдельно друг от друга, пытаясь выполнять свою собственную маленькую работу. У нас есть только одно видение, и оно должно быть видением нашего Небесного Отца. Если у нас есть какое-то другое видение, отличное от видения Небесного Отца, то Он абсолютно не обязан поддерживать наше видение. Мы должны следить за тем, чтобы наше видение было Его видением, и оно полностью изложено для нас в этой книге. Вот-вот начнется сбор величайшего урожая душ. Я вижу много людей, которые расширяют свою церкви, строят большие церкви. Некоторые люди говорят, христианство приходит в упадок. Сегодня у нас больше мега-церквей, чем когда-либо раньше. Перестаньте, откройте свои глаза. То, что мы когда-то называли Большой Церковью, когда в церкви было 400, 500, 600, 700 человек, это была Большая Церковь. Сегодня это обычное явление. Некоторые люди говорят, но только не там, где я хожу в церковь. Тогда ходите в другую церковь, либо перейдите в другую церковь, либо зафгите свою. Измените свою собственную духовную жизнь и свое отношение. И начните делать то, чего хочет от вас Бог. Это наш час. Это наш день, а не сатаны. Это наш день. Верно. Пришло наше время. Пришло наше время. И какое время? И если весь мир... Я уже заканчиваю. Если весь мир сфокусируется на том, о чем собирается сказать Чарльз, то церкви придется проснуться. Одна из проблем состоит в том, что дьявол обирал божьих людей по закону пассивной собственности. Они столько лет уступали ему, что он убедил их в том, что их имущество принадлежит ему. В книге притчей 11.31 говорится, «Так праведнику воздается на земле». Это означает, возмещается убыток или ущерб. Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику. Поэтому мы должны сейчас востребовать то, что является нашим. Если кто-то косит траву на части вашего сада 7 лет, то эта часть переходит в его собственность, потому что вы не востребовали ее. Да, вы не востребовали ее. Нас называли людьми, которые только и делают, что называют и провозглашают. Те люди в миру, которые называли нас теми, кто называет и провозглашает, скоро сами станут таковыми, когда поймут, что здесь поставлено на карту. Враг украл это. Но когда мы начинаем требовать свое назад, Бог сказал, праведным воздастся, отплатиться за все, что они потеряли, за весь причиненный им ущерб. Пришло время благоволения для цели. Боже мой. Я в это верю. Боже мой. Я в это верю. Боже мой. Господь снова сейчас проговорил ко мне. Не сидите и не спрашивайте, как Бог может это сделать? Откуда Бог это возьмет? Как Бог может мне что-то дать? Я просто этого не понимаю. Вы можете ответить на это одним словом. Бог. Вот как. Он Бог. То же самое помазание, которое родило вас свыше, является тем же самым помазанием, которое принесло здоровье и исцеление вашему телу. Когда вы приняли его, Бог будет использовать то же самое слово Божье, которое принесло вам веру для того, чтобы вы жили ею и утверждали на ней свою семью. Помазание, которое приходит от того же самого слова Божьего, будет действовать подобно магниту. Потому что если вы в первую очередь будете искать того, как и что делает Бог, и того, как быть правым, тогда это все приложится вам, и это приложится вам в невиданных количествах. Слава Господу. Аллилуйя. Я рад, что сказал эти слова. Меня аж распирало от них. Я знал, что внутри меня было что-то, что пыталось выйти наружу. Это то же самое помазание. Помните, когда Иисус сказал расслабленному, «Сын, прощайся тебе грехи твои». Религиозные люди сразу же возмутились. Богохульник. «Кто, кроме Бога, имеет право прощать грехи». Тогда Иисус ответил им, «Что легче, сказать, прощаются тебе грехи твои?» Или «Встань, возьми свою постель и ходи». И затем Он добавил, «Чтобы доказать вам, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, Он повернулся к расслабленному и сказал, «Встань, возьми постель твою и иди». Так что это было то же самое помазание. Слово «помазание» означает «излить на», «втереть в» или «обмазать со всех сторон». В 27 стихе 10 главы книги Исаии говорится, «В тот день Иисус сказал, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И Он сказал, «Дул Господень на Мне, ибо Он помазал Меня проповедовать Евангелие нищим». «Как нищие будут принимать что-то от Бога?» Посредством Евангелия. Посредством Евангелия, понимаете? Исцелять сокрушенных сердцем, посредством Евангелия. Проповедовать пленным освобождением, посредством Евангелия. Слепым прозрением, посредством Евангелия. Отпустить измученных на свободу, посредством Евангелия. Проповедовать следа Господне, благоприятное, или свободу от долгов, греха, болезней, бесов, страха и всего остального проклятия. Иисус читал из книги пророка Исаии Он нашел место, он нашел себя в том Что мы с вами знаем, как 61 главу книги Исаии И в 27 стихе 10 главы говорится «И будет в тот день, снимется с рамен твоих бремя его, бремя дьявола И ермо его с шеи твоей И ермо будет уничтожено помазанием, как сказано в оригинале Так что помазание является снимающей бремя и уничтожающей ермо силы Божьей Я сказал все это, чтобы подойти к следующему Еврейское слово «мессия» переводится как «помазанный», ссылаясь на его помазание Которое является снимающей бремя и уничтожающей ермо силой Слово «Христос» и вы можете найти это в Евангелии от Иоанна Потому что слово Божие говорит «Мы видели Мессию», что в переводе означает «Христа» Видите? На это даже обращается наше внимание в Писании Так что это слово «мессия» здесь переведено не на русский, а на греческий Как «Христос», что означает то же самое «излить», «втереть» или «обмазать» со всех сторон Но мы говорим о помазании Божьем, когда на вас изливается, когда вы обмазываетесь со всех сторон, или когда в вас втирается Бог, понимаете? Это снимающее бремя, уничтожающее ермо силы Божьей Позвольте вот о чем вас спросить Является ли бременем и ермом то, что человек идет в ад? То, что у него мертвый дух? Это бремя и ермо А больное тело? Это бремя и ермо А больной разум? Это бремя и ермо А плачевное финансовое состояние? Это бремя Это действительно бремя и ермо Это сделает ваше тело и ваш разум больным Когда в вашей семье начнутся ссоры и всякое неустройство Мы все работаем больше, чем мы можем работать И все равно еле сводим концы с концами Это сверхъестественно Дух долго является духом от дьявола Если сможет, он убьет вас Пришло время Взять Слово Божие Поступать на Его основании Верить Ему И верить, что вы принимаете от Бога Я просто не представляю, как Бог может мне что-то дать Прекратите смотреть на этот мир Посмотрите вверх Возведите очи Именно оттуда придет ваша помощь Возведите очи Аллилуйя Аминь Слава Богу Слава Господу Мы вернемся через минуту Бог разработал путь того Как вы, я Или любой другой человек на земле Который захочет это сделать Может стать частью небесной и земной Божьей системы Наград и благословений Послушайте Я могу присоединиться к могущественным благословениям Божьим Прибывающим на Билли Грэме На Орле Робертсе Или на любом другом великом пророке и апостоле Божьем Помогая им делать то, что они делают Аминь Аминь Бог не лицеприятен Аллилуйя Вы можете стать частью того, что мы с Глорией и все сотрудники нашей миссии Получаем в качестве Божьих благословений и Божьей награды Помогая нам делать эту работу Все очень просто Но как раз все, что делает Бог Является простым, реальным и эффективным Отец, я молюсь за тех людей Которых Ты призываешь И которым Ты говоришь сеять в это служение И во имя Иисуса я молюсь об их благословениях Я молюсь об их небесной и земной награде За то, что они делают Во имя Иисуса Чтобы помочь нам делать то, что делаем мы Жертвуя Тебе, Господь Иисус Мы принимаем это во имя Иисуса Аминь Если Господь ведет вас это делать, молитесь об этом И действительно верьте, что Бог ведет вас это делать И если вы Хотите заказать наши книги То напишите нам по адресу, который вы видите на экране До встречи А пока помните, что Иисус Господь